Поддержка идет во всех сферах. Для Ямала Волноваха стала 14-м муниципалитетом. За полтора года шефства над самым крупным районом ДНР сделано многое. Прежде всего, наши строители восстановили жилые дома и социальные объекты. Здание многофункционального центра возвели заново. Предыдущее строение сильно пострадало в ходе боевых действий и не подлежало восстановлению. Внутри завершена отделка. Делают не только качественно, но и красиво, с северным колоритом. Вентилируемый фасад стилизован под чумы. Над восстановлением дома пионеров ямальцы работают седьмой месяц. После обстрела от старого здания остались только стены. Сейчас практически завершены строительные работы. Ожидается поставка оборудования и оргтехники. Совсем скоро будем открывать новый молодежный центр, дворец пионеров. Хотя внешне он такой достаточно классический. Внутри будет самая современная начинка возможностей для молодежи, для развития. Дмитрий Артюхов оценил, как продвигается ремонт домов на центральной улице Ленина. В работе у ямальцев 20 многоквартирников. На каждом из них строители уже демонтировали поврежденные балконные ограждения, утеплили фасады и цокольные этажи. Завершается покраска стен и остекление лоджий и балконов. Пять домов будут в цветах российского триколора. Всего за время шефства Ямал восстановил 200 домов. Большинство уже заехали семьи. Дмитрий Артюхов побывал в гостях у семьи Деревянка. Прошлой зимой в их дом попал снаряд, квартира выгорела дотла. Жильцы в это время спасались в подвале. Семье дали квартиру в новом доме с мебелью и бытовой техникой. Губернатор Ямала поздравил Оксану и ее детей Владу и Илью с новосельем. Вручил им подарки. Как считается вам, Ленина, то, что ее ремонтируют? Сейчас проехала, так симпатично становится. Красиво, хорошо. Порядок наконец-то. Приходит порядок, приходит хотя бы какой-то цвет в город. Глава арктического региона осмотрел центральный стадион города. Его привели в порядок ямальские строители. Мы сейчас стоим вот здесь. Это вот так все выглядело, когда вы здесь посетили. Площадка находится вот здесь. Что мы сделали? Полностью установлено футбольное поле. Оно здесь универсальная беговая дорожка, прыжковая яма, зрительские места. Получается, здесь мы вот в этих зданиях восстановили раздевалки. Восстановленный стадион теперь носит имя региона-шефа. Название «Ямал» поддержали местные жители. В перспективе тут появится крытый спортивный центр. Такие сейчас возводят у нас на севере. Дмитрий Артюхов пообщался и с юными спортсменами, и также вручил подарки с елки желаний. Я знаю, что загадал на Новый год футбольную форму и мяч футбольный. Но мы, видишь, заодно еще и стадион решили построить тоже здесь. Волновахи, поэтому держи и форма, и мячи классные. И бутсы. Дмитрий Артюхов также побывал на службе в Свято-Духовском храме в Волновахе. Его восстановлением занимались ямальские строители и художники. Итоги поездки на подшефную территорию Дмитрий Артюхов обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным. Речь шла о дальнейших работах, которые Северный регион возьмет на себя в Волновахском районе. В первую очередь это дороги и решение вопросов безопасности. Сделать предстоит много, но Ямал сюда пришел помогать всерьез и надолго. Павел Прожогин, информационное агентство «Импульс Севера» при поддержке пресс-службы губернатора Ямал-Нянецкого автономного округа.